Значит, бабы-яги у нас нет, а змея Горыныча трогать нельзя. Что ж мне делать-то, а? Пьеса «Доброе дело» Григория Остера – повесть о богатыре, на чей век не осталось злодеев, которые заявляют о себе во всё горло. Зато остались хитрецы и подлецы. О них нас и хотели предупредить актёры театра «Кукол» Сивка Бурка. Название спектакля говорит само за себя. «Доброе дело» – призвать людей больше делать добрые дела, а не поддаваться на злые какие-то уговоры, с каких-нибудь ворон. Своей постановкой актёры не только порадовали зрителей, но и впечатлили жюри. Народный самодеятельный коллектив стал победителем 4-го областного фестиваля конкурса любительских театров «Кукол». Я оценивала по эмоциям, какие я получала от спектакля. Это коллектив профессиональный, фанатично любящий своё дело. В день подведения итогов для всех участников фестиваля, а это представители театральных коллективов со всего региона, провели мастер-класс по кукловождению. Маэстро сцены Николай Щебеньков поделился секретом, как заставить куклу ожить. Чтобы у тебя тряпочка превратилась вдруг в волшебную принцессу, да, кусочек меха превратился в какого-то там волка-медведя, ещё кого-то. Должна быть вера в чудо. Фестиваль в этом году удивил тем, что в финал прошли не только матёрые кукловоды, но и начинающие коллективы. Это кружки, драматические кружки, перчаточные куклы. И вот это очень радует. Три коллектива, которые вышли в финал, наряду с нашими именитыми народными образцовыми коллективами. А это значит, что даже среди новичков-кукловодов есть те, кто заставит поверить в чудо не только детей, но и взрослых. Глеб Дудкин, Евгений Кравцовский. Такой день на Мире Белогория.